Добро пожаловать на серию передач о божественном исцелении, чудеса исцеления. Мы сегодня с пастором Сергеем продолжаем тему. И мы говорим о божественном исцелении, как это актуально, что Бог хочет действовать через нас, исцелять через нас сегодня. Пастор Сергей, добро пожаловать. Да, приветствую вас, спасибо. И сегодня я бы хотел поговорить о духовном мире, о том, что когда мы начинаем действовать в вопросе исцеления, то мы сталкиваемся с духовным сопротивлением, можем столкнуться с бесами, можем столкнуться с проявлением духовного мира, тьмы, сатаны, который противодействует, который хочет нас контролировать через страх, который хочет нас остановить, идти по вере. И мне нравится один пример, который связан с тем, что когда человек боится, то у него вырабатывается в крови адреналин. И когда он встречается с какой-то собакой, собака начинает чувствовать, что человек в страхе. И она может это использовать. И вот в духовном мире я слышал такую историю, что происходит нечто подобное, что духовный мир или вот бесы, они видят, когда ты боишься. И вот страх, он может твою веру аннулировать, парализовать твою веру. Как это было в жизни учеников, когда был шторм, была буря, Иисус пал. А ученики, он говорит, почему вы боялись маловерные? То есть они не могли пользоваться той властью, которая была в их жизни. Как вы думаете? Я уверен, для того, чтобы исцелять, а это значит изгонять, болезнь нужна власть. И мы не где-то вот ее берем, а это в нас. И это происходит с рождением свыше. И когда мы двигаемся, когда мы проповедуем, мы двигаемся во власти и силе. И это находится в твоем духе, потому что это дух Иисуса Христа. И иметь власть, это значит знать об этом. Это, во-первых, знать, кто ты во Христе. Это полностью подчиниться тому, что говорит Слово. А Слово говорит то, что теперь не ты живешь, а Иисус Христос живет в тебе. На самом деле апостол Павел, он положил все свое служение для того, чтобы доказать церкви вот именно вот эту идею, вот это откровение, что теперь живешь не ты, а Иисус Христос в тебе. Я вспоминаю сейчас Колоссянам вот первую главу, где он говорит там о своем служении. И он там говорит о том, что я вразумляю, я наставляю всякого о том, что он совершенен, о том, что открыто Духом Святым, что было о том, что говорили пророки в Ветхом Завете. Глаз там не видел, ухо не слышало. То, что вот нам, Духом Святым, открыто, какая сила, какая власть теперь. В газовом следе. Да, да, да. И вот это вот сейчас приходят, вот эти мысли. Поэтому власть – это тогда, когда мы знаем, кто мы. А знание – это не просто знание, это уровень, если мы говорим о духовном мире, мы говорим об озарении, мы говорим об откровении. И всякий человек, он должен переживать эти вещи. Нам открыто это. Аминь. Филиппийцам написано в 2 главе, в 9 стихе. «Посему и Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Аминь. И мы идем, получается, не со своим именем. Нам это нужно очень ясно понимать, переживать, осознавать, знать, что мы вступаем в духовную битву не со своими какими-то амбициями, знанием и так далее. Мы вступаем вот именно с именем Иисуса Христа, перед которым преклонится всякое колено, всякая преисподняя сила, всякий бес, другого нет сценария. Аминь. Да. Я вспоминаю сейчас смешную историю, когда я уверовал. Меня кто-то научил. Такая идея. Мне сказали, когда ты будешь молиться за исцеление, самое главное, Сергей, это не забыть сказать во имя Иисуса. Это всех учили меня тоже. Да серьезно? И вот, знаешь, для меня это было вот прямо основанием вообще не забыть сказать. Но на самом деле это может быть такой ловушкой, думая, что или превращая вот имя Иисуса Христа в какое-то заклинание, в какую-то присказку. Формальность. Да, вот в такие вещи. Вот во имя Иисуса Христа. И однажды, когда вот я пришел, нужно было изгнать беса из одного человека. И я прихожу и говорю, во имя Иисуса Христа бес выйди. И он меня, знаешь, таким мужским голосом, эта женщина была мужским голосом, мне говорит, а ты кто такой? Спрашивает меня. Потому что на самом деле ты можешь сказать во имя Иисуса Христа, не сказать во имя Иисуса Христа, цитировать Писание, не цитировать Писание. На самом деле демоны, они видят, они считывают, они видят, кто ты. Кто ты на самом деле. Сейчас пришел как Сын Божий или человек, которому сказали, вот ты не забудь сказать во имя Иисуса Христа. И у них вот эта интуиция. Точно так же, как и у тебя. Ты можешь различать, ты можешь иметь эту интуицию. Но они, у них очень... Острая. Острая интуиция. Потому что это духи. Потому что они могут знать твой род там в 20-м поколении и переходить причем из рода в род. Они знают, я однажды изгонял беса из одного человека. И ты представляешь, он мне начал рассказывать историю двухмесячной давности, когда я ругался со своей женой. И он мне начал пересказывать, то есть как бы и обличать. Я был в шоке вообще. И вот знаешь, все это изгнание остановилось сразу вообще. Понимаешь? Вот. Они видят какие-то вещи. Он как будто бы в ловушку, да, хотел вас поймать? Он хотел остановить. Остановить, да. Он хотел остановить. То есть посмотри на себя. То есть ты недостойный. Или еще что-то. Апостола Павла знаю. Иисуса знаю. А ты кто такой, сынок? И вот знаешь, когда мы идем вот совершать эту битву, ты должен быть уверен, абсолютно уверен, кто ты есть во Христе. Что для тебя имя Иисуса Христа? Это не просто. Это у тебя внутри. Ты озарен этими вещами. Поэтому, когда ученики не могли изгнать там, или что-то у них не получалось, что он говорил? Бог говорил. Иисус говорил. Идите молиться. Идите к Отцу. Иди наполнись. Иди вот как бы возобнови эту связь. Это не то, что Бог отключается. Это мы порой через неверие, какие-то страхи, внутренние переживания, мы теряем вот этот коннект. И представляем не Иисуса, а свои амбиции, свои какие-то интересы. Как знаешь, на каком-то порыве ты можешь какой-то эйфории, как помните, в какой-то передаче я рассказывал, в глаз получить. Но мы должны очень остро осознавать, кто ты такой вообще на самом деле. А ты ученик Иисуса Христа. Теперь не ты живешь. Идешь не ты. Идет Иисус в тебя. Вот это и есть основание. То, что ты идешь во власти. Получается, вот мы растем во власти не нужно расти. То есть власть она дана, а мы растем в осознании, что мы сын, да? Да. Что перед именем Иисуса преклонится всякое колено. То есть в этой уверенности мы растем, в этой вере мы растем, что вот это истина так, что это часть моей жизни. Да, о вере тоже, знаешь, интересный вопрос. В чем мы растем? В количестве веры или в осознании, что ты ее имеешь? Что же, знаешь, вот в религиозном, в христианском мире тоже такие точки зрения, два лагеря, или я не знаю, сколько их, но, допустим, одни утверждают о том, что вера маленькая, большая. Или, как помнишь, там в Луке написано, по-моему, в 17 главе ученики говорят, прибавь, прибавь веру. И он говорит, если бы вы вообще понимали, о чем идет речь, что когда мы говорим о вере, вот такого достаточно, чтобы ты сдвигал горы. И на самом деле, когда я разбирался с этим вопросом, вот ты привел пример сейчас, когда они были в лодке, он обличил их в маловерье. На самом деле, в другом месте, там написано, где он не говорит о маловерии, а он говорит, как у вас нет веры. Совсем уже другая категория. То есть маловерия, ее мало или много, или вообще тогда речь идет о наличии в другом месте. И другой лагерь склоняется о том, что вопрос не в количестве, а в наличии. То есть насколько ты сейчас в ней. И вот здесь тоже, знаешь, можно говорить о силе, о власти, о власти, о власти, о власти, о маловластие. В римлянах в 12 главе апостола Павла говорит, каждому дана определенная мера веры. Одни люди говорят, что это определенная мера веры. Ну, то есть вот мера веры, у всех она одинакова. Другие говорят, у всех вот по-разному должно быть. Вот. И вот тоже вопрос. Вы к чему пришли? Скорее всего, все это, вообще разные точки зрения, они растягивают. И можно рассуждать. И на самом деле сам вопрос, вот когда мы серьезно относимся вообще к вопросу веры, мне это нравится. Серьезно относиться, серьезно вникать, серьезно познавать разные точки зрения. Вот, знаешь, для меня это гораздо важнее не мало веры, много веры. На самом деле с любым рожденный, с высшим адекватным человеком мы можем договориться, как мы смотрим на этот вопрос. Не надо здесь вот этой религиозной всякой полемики. Мало веры, много веры. Они там вот, понимаешь, что там надо возлагать руки, не надо возлагать руки. Вот. И я к Богу, Господь, ну, слушай, ну, скажи мне, ты подскажи, как правильно-то? Вот скажи, я буду вот так делать. И ты знаешь, что он мне говорит? А все правильно. И это правильно, и то правильно. А я говорю, как так? Ну, потому что если ты есть Дух, а Дух Святой, Он всегда скорректирует, Он всегда направит. Ты знаешь, я вот такая мысль интересная. Коплин в свое время, он пишет в своей книге о том, что было такое время, он работал вообще по 10 часов, по 12 часов. И такой график. И Бог ему говорит, я хочу, чтобы ты открыл вот это направление, связанное вот с телевидением. Он говорит, ну, отец, ну как ты? Посмотри, я еще здесь не закончил, вот здесь. Это, ну, мне нужно будет по 14 часов работать. И знаешь, что Бог ему сказал? Простую вещь. Обрати внимание на свой вес. А тогда в нем чуть больше 100 килограмм было. Это значит, когда он взял книгу по диетологии или там вот по правильному питанию, он увидел, что нужно похудеть чуть-чуть, чтобы его работоспособность на это время, она поднялась. Ему тяжело. Вот в данный момент. И действительно, он год работал вот в таком насыщенном графике, но чувствовал, когда он занялся своим здоровьем, чувствовал себя нормально. И потом снова нормальный такой, вот знаешь, сезон, когда он уже не работал. Но есть вот такие рывки, есть какие-то моменты, где Дух Святой, он нам показывает, ну, не ешь сейчас сахар. Тогда мы не ломаем сегодня копии, а мы знаем, мы, да, разные точки зрения. Если ты меня спрашиваешь, вот как я отношусь и изучаю, вот допустим, там мало или много, я считаю, что речь идет о наличии веры. О наличии веры, но настолько это может быть где-то не принципиально. Ведь для Бога, вот знаешь, когда я читал книги об исцелении, да, которые, когда вот я читал, я видел, сколько противоречий вообще, сколько противоречий, они друг другу там вот, ну, противоречат. И знаешь, что я увидел? Я увидел, что все вот эти великие люди, которые пишут эти книги, противоречия друг другу, все они великие в Боге, имеют великие результаты. И вопрос не только метода и подхода, мало веры, много, а вопрос основания, что в твоем сердце. Дух ведет тебя не через метод, он использует метод. Но вопрос в большем. И все-таки, возвращаясь к вере, я считаю, конечно же, вопрос не в количестве, в наличии. В наличии. Потому что, когда ты родился свыше, ты получил всю полноту любви, веры. И теперь, как ты к этому отнесешься? Что ты сделаешь с собой? Какой уровень посвящения? Вот где мы растем. И все это настолько относительно, вот звучит, допустим, это тот же вопрос, а вот тоже два лагеря, а могут ли христиане иметь бесов? Ну, давай договоримся, как мы будем это объяснять. Давай просто сядем и договоримся. Зачем вот там такая война идет? Кто-то говорит, нет, кто-то... Ну, а что ты подразумеваешь под этим? Просто давай, ну, давай вот договоримся. Давай просто вот поймем, о чем идет речь. И, как один пастор сказал, нет, христиане не могут иметь бесов, просто мы должны изгонять их из них. Мне это понравилось. Но на самом деле, конечно же, если мы говорим о рожденных свыше людях, то мы говорим тогда о духе, о духе Иисуса Христа. Ну, какие же там могут бесы? Могут быть проблемы с твоим здоровьем, с твоим мышлением? Ты можешь иметь, продолжать иметь какие-то твердыни. Ну, давай разбираться с этими вещами. Нет проблем. Хорошо. Ну, слава Богу за то, что, когда мы приходим, ну, действуем в духовном мире, что нам дана власть, у нас имя Иисуса. Сто процентов. И бесы подчиняются нам. Нам не нужно их бояться. У нас нету... Никоим образом. Никакого основания, никакой зацепки, чтобы бояться, трусить, чтобы вот как-то поджимать, так скажем, хвост вот в этом присутствии, вот этого... Потому что он увидит, потому что этот дух он видит и сразу начинает действовать. Или просто он не подчиняется тебе. И он может атаковать тебя, если ты вот подходишь, вот, не забыть сказать во имя Иисуса. Да, формальность. Да. Вопрос не в этом. Вопрос в этом глубоком осознании. Кто ты? Кто ты во Христе? Что я сын? Сын. Послан. Сын. Что пред именем Иисуса Христа преклоняется все. На земле и на небе. Все. И ты несешь это имя в тебе. Аминь. Мы желаем вам ходить в этой власти с этим именем Иисуса, который подчиняет себе всякую болезнь, всякого беса, всякую силу. И пусть вот с этой смелостью, с этой уверенностью каждый из нас идет в этот мир и несет его имя, несет Евангелие и приносит ответы, чудеса и исцеления во имя Иисуса. До скорых встреч, друзья. Я хотела бы засвидетельствовать о славе Божьей, потому что Господь сотворил чудеса в моей жизни за последние две недели. И даже не одно, а целых три. Первое, это то, что на протяжении трех лет мне ставили диагноз тахикардия. И мы молились в церкви у города Пенза с живой верой за эту ситуацию. И совершенно недавно, проходя новые осмотры, сдавая электрокардиограмму, с меня сняли этот диагноз. Теперь мой пульс, он в норме, 80 ударов в минуту. И я хочу воздать Господу славу за это. Также совершенно недавно я проходила ультразвуковое исследование молочных желез, так как было установлено, что и в правой, и в левой зоне у меня были обнаружены кисты. И без хирургического вмешательства сам Господь вмешался в эту ситуацию. Он исцелил, и не было обнаружено никакой патологии, ни одной кисты, ни в правой, ни в левой зоне. Поэтому вся слава Господу за то, что Господь творит эти чудеса. И также третье свидетельство заключается в том, что на протяжении 10 лет я стоял на учете своего лечащего врача, который порекомендовал мне сделать прижигание после родов. Но так как еще я не ощутила радость материнства, и Господь также вмешался и в эту ситуацию, и без прижигания, совершенно недавно, буквально два дня назад, я проходила обследование, и гинеколог подтвердил о том, что никакой эрозии нет совершенно. И вся слава Господу, и я хочу также пожелать вам, чтобы вы были здоровы, и если у вас есть какие-то молитвенные нужды или просьбы, чтобы вы обращались в колл-центры телеканала ТБН, и верьте, что Господь Он всемогущий, Он всесильный, Он наш целитель и врачеватель. Вся слава Господу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова